Мы поднимаем выше флаг Это мы, это мы, это мы Идём, впечатывая шаг Мы надежда, надежда страны Нам не легко, но победа за нами Нам зажигать олимпийское пламя Вива, Россия! Вива, надежда страны! Вива! Привет, олимпийские! Ну что же, здравствуйте, наши участники Здравствуйте, болельщики в зале Здравствуйте, все, кто собрался у экранов наших телевизоров Здравствуйте, наши многоуважаемые жюри Итак, в эфире пятый детский спортивный телевизионный фестиваль Весёлые старты! Уважаемые друзья, сегодня у нас третий отборочный тур И в этом отборочном туре будут соревноваться вот эти вот две команды Которые вот здесь и сейчас покажут, на что они способны Будем следить, как у них это получится Ну, прежде всего, конечно же, познакомимся с командами Итак, по правую руку от меня Команда в красной форме, представляющая Светлинский район Олимпийские резервы! Пусть полиции любви будет, кто отважен и силён Для сражений мирным будет, полем боя стадион Велёмся мы честной победе, стремиться высоких рекордов сумеем добиться Ну, а по левую руку от меня команда в зелёной форме Представляющая Новоорский район Команда «Максимум» Раз, два, два, вперёд! Три, четыре, все вперёд! Пять, шесть, пять, шесть! Семь, восемь! Ведение бросим! Победа, борьба, успех и ведение Так шагает нашему коллегу! Вот такие вот громкие названия у этих команд Посмотрим, оправдают ли они эти названия Ну и, конечно же, я вам представляю наше жюри Которое сегодня будет следить и судить эту игру Итак, председатель судейской коллегии Почётный работник высшего профессионального образования Отличник физической культуры И спорта Анатолий Борисович Иванов Добрый день! Ему помогает заместитель директора Областной специализированной Детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Отличник образования Нина Ивановна Жирков А также мастер спорта по велоспорту Неоднократный победитель Всероссийских турниров Оксана Апузина Так что жюри у нас настоящие спортсмены Ну и ребятам можно показать Какие одни спортсмены Итак, начинаем весёлые старты! Вива Россия! Вива надежды страны! Конкурс это мы! И начинает этот конкурс Команда в красной форме Олимпийские резервы Светлинский район! Приветствуйте их, друзья! Музыка! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, уважаемые друзья, это была команда Олимпийские резервы Светлинский район. Продолжается конкурс «Это мы» и продолжает этот конкурс команда в зеленой форме, команда «Максимум» Новоарский район. Встречайте! Субтитры сделал DimaTorzok Это была команда «Максимум» Новоарский район! Закончился конкурс «Это мы» и ребята, они перестают удивлять нас своим творчеством. Ну что же, и сейчас посмотрим, что нам скажет жюри. Слово жюри! Уважаемые участники, вы молодцы! Вы нам представили свои команды, и мы, судейское жюри, видим, что вы дружные, что вы занимаетесь спортом, физической культурой, что вам это нравится, вы это выполняете с удовольствием. Но соревнования есть соревнования. И жюри посчитало, что у команды Светлинского района, Олимпийские резервы, комбинация была немножко посложнее, и дети были немножко поэмоциональнее. Поэтому счет 5-4, Светлинский район, Олимпийские резервы лидируют. Ну что же, я понимаю проигравшую в этом конкурсе команду, просто сказывается волнение, волнение, которое всегда присутствует в начале наших соревнований. Но все только начинается. Поэтому будем продолжать следить за ходом событий на нашем суперфестивале «Веселые старты!» ВИВА! Россия! ВИВА! Надежда страны! Ну а теперь спортивный, теперь уже спортивный конкурс без всяких творческих трюков. Конкурс, который называется «Кто быстрее?». Задача довольно простая. У ребят 5 вот таких вот предметов, они кегли называются. Их нужно будет поставить на номера и также быстро их собрать. Самая главная задача, чтобы кегля устояла. Если у какого-то игрока кегля не устоит, он должен будет вернуться и поставить ее на место. Ну, скажи, вы подготовились к этому соревнованию? Да. Вы вообще быстрые ребята? Конечно. Вам это очень пригодится, потому что это соревнование требует очень большой быстроты и ловкости. Но у вас как с быстротой и ловкостью? Понятно. Очень хорошо. Ну ладно, не будем тянуть время. Даю команду на старт. Внимание! Марш! Начали! Итак, задача и простая, и сложная одновременно. Нужно поставить кеглю, и чтобы кегля устояла, а вернуться нужно и поставить обратно. Ну что же, зеленая начинает оставать. Ааа, и красная тоже совершает ошибку. Вернись, вернись, поставь кеглю на место. Ну что же, видите, какой коварный, коварный конкурс. А кегли ведут назад, назад. А кегли ведут себя так, как они хотят. Хотят? Стоят? Хотят? Нет. Похоже, в этом конкурсе победит команда Олимпийские резервы. Потому что у них, по-моему, лучше получается это дело с установкой кеглей. Ну что же, еще немножко. Вот так вот закончился конкурс. Кто быстрее? Ну, а кто был лучше в этом конкурсе? Судить не вам, уважаемые друзья, а нашему уважаемому жюри. Слава жюри! Очень сложно было на скорости поставить кегль, чтобы кегля не упала. Обе команды старались и показали, насколько они быстрые и ловкие. Но в этом конкурсе победила команда Светлинского района Олимпийские резервы. 10 баллов и 9 баллов команде Максимум Новоорского района. Общий счет 15-13 в пользу Светлинского района команды Олимпийские резервы. Ну, уважаемые друзья, в ходе наших соревнований бывает так, что одна команда прямо сразу берет вверх, но вторая команда, которая сначала отставала, может только, может очень и очень даже опередить своих визави. Посмотрим, как будут развиваться события дальше на нашем суперфестивале. Веселые старты! Виво Россия! Виво надежды страны! Захватывающий конкурс ожидает нас. Конкурс, который называется «Лабиринт». Но ребята видят, что им предстоит пройти, какие препятствия. И я спрашиваю у них, вот, допустим, команда из Светлинского района. Скажите, в вашем Светлинском районе бывают вот такие вот препятствия или нет? Нет. Кто-то говорит «да», кто-то «нет». А у вас в Новоорске нет. Ну что же, поэтому тем сложнее вам будет преодолеть эти препятствия. Посмотрим, как у вас это получится. Итак, даю команду на старт. Внимание! Борщ! Начали! Очень быстро, очень быстро преодолевают ребята эту дистанцию. И это несмотря на то, что в их краях подобных препятствий нет. Но, наверное, где-то они все-таки есть, они слукавили. Вот, это видно потому, с каким опытом, с каким знанием дела они преодолевают вот эти вот барьеры. Смотрю, они перескакивают, перескакивают через барьеры. Взлетают по лабиринтам, по лабиринту и попадают в руки рефери, которые стоят в поле и помогают, помогают нашим ребятам вернуться, вернуться обратно на дистанцию. Ведь нужно не просто пройти эту дистанцию в одну сторону, нужно пройти ее и в другую. И сделать те же самые упражнения. А это, поверьте, хоть это и весело смотрится, но на самом деле это очень и очень сложное задание. Я обращаю вновь ваше внимание на трибуны. Трибуны не устают болеть. Откуда в них силы берутся? Но я знаю, откуда силы. Потому что здесь, на площадке, у них есть свои любимцы, за которых они будут болеть на этих соревнованиях всегда. Ну что же, а мы смотрим, как проходит соревнование. Ну что же, ребята встают, падают, опять, опять падают, опять встают, все равно встают. И самое главное, несутся, несутся к своей, возможно, победе. Хватаются за голову, говорят, что ж ты делаешь, что ж ты делаешь. Смотри, как нужно. И показывают, как нужно, но иногда получается так, как и не нужно. Ну что же, все равно человек, мотованный человек, он должен спотыкаться, бывает падать, но самое главное, он встает и делает свое дело. Ох, запутался, запутался игрок в красной команде, в красной форме, но он выпутывается. Запутывается, самое главное, выпутаться. Ага, на обратном пути он демонстрирует, более ловким становится. И возвращается в лонг своей команды, передает эстафету своему товарищу. Ну что же, товарищ тоже, товарищ оправдывает ожидания своих товарищей. И вновь, и вновь идет борьба. Какая борьба, вы знаете, какая упорная борьба. Я напоминаю, что после двух конкурсов команда в красной форме, Олимпийские резервы, пока впереди. И команде Максимум нужно побеждать. Неужели команда Максимум, да, команда Максимум, игрок команды Максимум пришел вторым. И так закончился конкурс Лабиринт. А теперь слово жюри. Закончился один из самых сложных конкурсов в этой программе Лабиринт. Он сложен тем, что многие дети впервые видят вот эту конструкцию. Она очень сложная. И чтобы пройти ее, нужны необходимые, нужные умения и навыки. Вот мне еще понравилось, и жюри понравилось, то, что команда Светлинского района тактически правильно подошла к этому конкурсу. Они вначале запустили, так сказать, сильных, потом более слабые были. И в конце опять сильные ребята пошли. И тем самым они победили. Счет 10-9 в этом конкурсе в пользу Светлинского района. И общий счет 25-22 в пользу Светлинского района. Ну что же, радуются-радуются Светлинцы, но команда Максимум пока проигрывает. Команде Максимум нужно ощетиниться и что-нибудь противопоставить команде Олимпийские резервы. Ну что же, будем следить за ходом наших соревнований, которые называются, напоминаю, веселые старты. ВИБО РОССИЯ! ВИБО НА ДЕСЬЦЕ СТРАНЫ! Захватывающий конкурс ожидает нас с вами. Просто особый, так сказать, десерт нас ждет. А этот конкурс, который будет называться «Точный гол», это, конечно же, конкурс капитанов. Капитаны, прошу ко мне. Проходите ко мне. Вот они, не стесняйтесь. Ну, давайте познакомимся. Как тебя зовут? Валентин. Валентин. Тебя? Андрей. Валентин и Андрей. Валентин, как у тебя в школе? Как учеба? Нормально. Нормально. А у тебя какие оценки? Четверки, пятерки. Четверки и пятерки. У тебя пятерки они, да? Ну, плюс-минус, понятно. Ладно, пожмите друг другу руки. Прежде всего, так у нас поступают все капитаны. Начнем с себя. Твое место в центре этого круга, твое пока возле своей команды. Задача следующая. Нужно совершить 10 бросков. Чем точнее ты будешь, тем ближе твоя команда окажется к победе. Итак, даю команду на старт. Внимание. Марш! Начали! Первый бросок. Прошел. С трудом, но прошел. Нет, нет, нет. Напоминаю, что сейчас работает капитан команды Олимпийские резервы. Капитан команды, которая сейчас выигрывает у команды Максимум из Новоорского района. Ну что же, очень неплохую меткость демонстрирует капитан команды Олимпийские резервы. Итак, нет, не прошел, не прошел. Вот я слышу, как реплики «Успокойся», которые подают своему капитану всех, кто за него болеет. Ай-яй-яй-яй, пристреливается, пристреливается. Ну что же, настоящий охотник должен пристрелять свою мишень, что у него и получается. Итак, нет, не идет. Ну и еще один мяч. Точен, точен, капитан. Молодец, молодец. Ну что же, а теперь очередь капитана команды Максимум. Напоминаю, что команда Максимум сейчас проигрывает. И сейчас в руках этого человека судьба его команды. Итак, на старт, внимание, марш. Начали. Первый бросок не прошел. Второй бросок прошел. Молодец. И третий прошел. Хорошо. Четвертый и... Есть. Молодец. Вот что такое желание победить. Это желание пересиливает все остальные желания. Нет, идет мяч. Еще раз. Молодко. Есть. Молодец. Есть. Прошел бросок. Есть. Молодец. Вот что значит настоящий капитан. Вот что такое справиться с нервами. Ну, а сейчас вердикт нашего жюри. Слово жюри. Капитан команды – это лицо команды. И мы сейчас видели, как капитаны переживали и хотели победить. Но капитан команды Новоорского района Андрей забросил шесть мячей. Получает команда десять очков. Капитан Валентин Олимпийской резервы Светлинского района забросил четыре мяча и получает девять баллов. Девять. Общий счет 34-32 в пользу Светлинского района команды Олимпийской резервы. Ну что же, подтягивается, подтягивается команда «Максимум». И посмотрим, что у них, как у них выйдет, что у них получится на финальном этапе нашего отборочного тура. Будем следить, будем болеть. В эфире веселые старты! Биво, Россия! Биво, надежды страны! Завершающий конкурс в сегодняшнем отборочном туре. Конкурс, который называется «Выкрутасы». Все, кто смотрел наши передачи, наверняка уже видели, знают и мысленно сами проходили эту дистанцию. Но это вы, уважаемые друзья, а это вот эти вот молодые люди, которым предстоит пройти всю, как говорится, огонь, воду и медные трубы в конкурсе «Выкрутасы». Ваш любимый вид спорта? Какой? Футбол. Футбол, да. А у вас какой вид спорта? Бокс. Бокс. Ох, как интересно. Ну что же. Бокс и футбол. Кто победит? Не знаю. Даю команду на старт. Внимание! Марш! Начали! Ну что же, напоминаю, конкурс очень непростой. Дело в том, что в этом конкурсе будет засчитана не только скорость прохождения, но и точность попадания в кольцо. И, конечно же, чистота прохождения дистанции. Главное, чтобы барьер, через который ребята прыгают, устоял на месте. Напоминаю, что сейчас под завершение наших соревнований команда «Максимум» проигрывает сразу в два очка команде «Олимпийские резервы». И вот команда «Максимум» делает все возможное и, как говорится, невозможное, чтобы вырвать победу у Светлинского района. Ну что же, по-разному подходят к этой дисциплине игроки. И вот, даже не знаю, что сказать. Вы знаете, по-моему, они даже не торопятся. Такое впечатление, что они не торопятся. Странно. Странно. Неужели эта сложная дистанция вызывает у ребят такую симпатию? И они не спешат с нее сходить. Я смотрю, вот команда «Олимпийские резервы» такое впечатление, что опять впереди. Ну что же, команда «Максимум»? Неужели, неужели хоть в этом конкурсе она проиграет? Не должна, не должна. Вот и завершился, завершился конкурс «Выкрутасы». Вы знаете, самый, так сказать, отчаянный конкурс. Конкурс, который сейчас и расставит точки над «и». И мы узнаем, кто же, кто же стал победителем в этом отборочном соревновании. Послушаем наше жюри. Слава жюри! И так закончился последний конкурс «Выкрутасы». В этом конкурсе могла победить команда Новоорского района и сравнять результат. Но, увы, им этот конкурс не удался. И победителями выявлены Светлинский район, которые пришли и первые. По забитым мячам результат одинаковый. И так 10-9 в пользу Светлинского района. Общий счет 44-41 в пользу Светлинского района. Команда «Олимпийские резервы». Вот такая вот безоговорочная победа команды Светлинского района. Я подхожу к команде Новоорского района, команде «Максимум». Скажи, вот сейчас ты отвечу только, скажешь слово «да» или «нет». Я считаю, что вам не повезло, правильно? Но вам повезет? Ну что ж, уважаемые ребята, очень хорошо. Мы очень рады, что вы были сегодня гостями на нашем фестивале. Но в знак того, что вы были участниками наших «Веселых стартов», я хочу вам предложить принять из рук наших рефери памятные подарки, которые будут вам напоминать о сегодняшнем празднике. Ну вот, такие вот мячики, и вы будете тренироваться. И бог его знает, могут быть эти тренировки и помогут вам в дальнейшем победить в наших соревнованиях. Еще раз поаплодируйте замечательную команду из Новоорского района. Команда «Максимум». Ну, а я приглашаю к себе капитана команды «Олимпийские резервы». Иди сюда. Вот, я смотрю, ты уже так привычно заходишь на этот подиум. Ты уже чувствуешь себя победителем, не правда ли? Да. Это очень неплохо, что ты себя чувствуешь. Но помни, тебя еще ждут соперники довольно сложные. Готов ты их порвать на клочки, на тряпочки? Да. Да, молодец. Ну что же, капитаны у нас отличаются односложностью ответов. Ну, пускай они, самое главное, проявят себя с физической точки зрения. Ну, а сейчас вам вручается стяг с логотипом нашего фестиваля. Вот, прошу, становись возле своей команды. Помаши, помаши этим флагом, чтобы все видели, что вы и только вы стали победителями сегодняшнего соревнования. Ну, а мы, уважаемые друзья, заканчиваем сегодняшний репортаж. Я желаю вам всем, всем-всем-всем ведите активный, спортивный образ жизни, как вот эти вот молодые люди. До свидания, друзья. До новых встреч на веселых стартах! Олимпийские резервы остаются в игре, а через неделю в борьбу вступят еще две отважные команды. Уральская сталь из Новотроицка и звезда адреналин из Домбаровского района.